Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет АСМР-видео, АСМР-болталка. Буду с вами общаться шепотом. Вот на какой бы Тима я хотел с вами поговорить. Я бы хотел поговорить с вами. Дима гигиены. Рассказать вам, как часто я моюсь. Что я могу про себя сказать? Моюсь я два раза в день, утром и вечером. Голову гоню каждый день. Зубы чищу два раза в день, утром и вечером. Вот, по поводу бритья, да. Раньше, вы видели, да, я какое-то время ходил с небольшой бородой. Я подпрямал триммера бороду. Потом ходил с щетиной. С такой небольшой тоже триммером подпрямал щетину. А вот сейчас уже хожу всегда. В основном это гладковые бриты. Ну, я, допустим, как бы обреюсь, потом не отрине обреюсь. Просто я такая небольшая щетель, и я опять все запрямаю. Вот. Ну, что еще хочу сказать. Я, например, удивляюсь, как некоторые блогеры рассказывают про себя. Они рассказывают, что они там моют голову, там, один раз в неделю или один раз в две недели. Для меня, конечно, это жестко. Я так не могу. Я голову мою каждый день. Потому что, ну, чувствуется, допустим, даже если один день голову не помою, что волосы уже такие становятся грязные, засаленные, некрасивые, короче, фигурные. Вот поэтому я мою волосы каждый день. Еще смотрел одного блогера, он рассказывал, что он три месяца не моется. Вообще. Представляете, три месяца не моется. Как это возможно? Ну, короче, уже на теле стали появляться такие, ну, большие, как бы, язвочки, большого растрошения. Только я, ну, не понимаю, ради чего он ему за три месяца. Или ему было лень, или он с кем-то это поспорил. Но в том видео, которое я смотрел, он попал до сбора и ничего не говорил. Просто он говорил, что он три месяца не моется и все. Для меня, конечно, это жизнь. Я вообще себе не представляю, как это можно три месяца не моется. Для меня, как бы, один день не помоется, да, это уже жестко. Даже вот, когда в деревню едешь, да, вот, и целый день в деревню проводишь, ну, как правило, да, там, ну, пачкаешься, станешься грязным. То костер разводишь, это, ну, пачкаешься, да, допустим, это, да. Но возле костра мяса жаришь, весь дым на тебя идет, да, дымом весь пропитываешься. И он у меня всегда под конец дня, уже вечером, да, когда я там в деревню нахожусь, у меня уже всегда хочется приехать домой в зря. И это и принять тоже, такой полноценный. Вот именно вот так я отношусь, скажем так, по-моему, к гигиене. Такую люблю. Чистоту люблю. Чистотую область. Вот. Так что, поэтому, или мне еще очень, как бы, непонятно, да, что есть у нас до сих пор такие деревни, да, где нет. Удобств в доме, где туалет находится на улице, душа и ванны нету. Люди моются в тазиках. Конечно, это, наверное, как бы. Но я не знаю, блин, даже немного, как бы. Я видел, конечно, это в деревнях, дома с удобствами, но это было, как бы, это, в меньшинстве, в своем большинстве, вообще, или строят просто баню у себя во дворе, вот, следовую. Или вообще даже баню. Люди моются в тазиках. Да, конечно, вообще жестко. Прикиньте, допустим, как вот, целый день пахать в поле, там, в огороде, да, в картошку сажать, там, все остальные сервозы культура. И прикиньте, полностью грязно на трясики мыться, да, потом в тазике, конечно, это жестко, но я бы так не смогу. Не, ну, еще некоторые, я видел, делают летние души на улице, но это тоже, получается, как бы, на сезон, когда тепло, да, вот, ты помоешься, там, или, там, зимой, чтобы опять в тазике кинуться. И даже, вот, я знаю, люди, в деревне, в окон, там, баню есть, там, то они, как бы, они допят баню каждый день, что будут принимать, там, баню каждый день. Они, да, ну, кто, как, с какой периодичностью, кто раз в неделю допит баню, там, кто, может, раз в три дня. Вот, в общем, так, вот, часто у него самого вот брата живет в деревне, двойный брат живет в деревне, и у них все у домства на улице, туалет на улице находится, и это, и баня рядом с домом по сторонам на улице, вот, и, как бы, пока они утревляются только в бане, где такого должно быть дома был, душ и ванна, туалет такого не видит, и это очень часто в деревне, очень часто, такая тема. Так что я бы в деревне, наверное, бы не смог жить. Мне нравится в деревне, но мне нравится в деревне просто приехать отдохнуть, там, шашлычки пожарить, рыбку повалить, позагорать, а вечером потом уехать домой, вот. Но я ни в коей мере не осуждаю этих людей, у них, может, как бы, возможности нет, это тоже же деньги нужны, не мало, чтобы там водопровода в доме привезти, да, да, ту же ванну установить, где он у нас, это все стоит денег, а сколько у нас люди в деревнях получают это, да. Там даже смешно говорить. Вот такая вот диана, друзья, в вопросах хигиены. Еще помню, когда одно время, в начале девяностых, был дефицит зубной пасты, блин, это, конечно, вообще была шесть, вообще зубную пасту было тяжело найти, и это был, короче, на полках, это зубной порошок, и вот мне приходило супы чистить этим зубным порошком, потому что, наверное, когда с пастой была проблема, вот тогда вообще было, там, начало девяностых, вообще была проблема, там, и с продуктами, и с товарами, и с народом потребления, тогда было, конечно, жутко. Вот такие вот, друзья, я делал, я рассказал немножко о себе, по поводу гигиены, да, по поводу, как часто я моюсь. Что еще можно дополнить? Какие шампуни я использую? Я вообще, вот в основном, да, я использую разные шампуни, но я заметил, что он больше всего не подходит. Шампунь фирмы Шварцком. Шампунь для мужчин с хамилией. Вообще, вот для моих волосов очень хорошо подходит, потому что и волосы становятся такими пышными, да, и... Их легко в прическу уложить волосы, и перхоти от него нет. Очень-очень такой хороший шампунь, мне нравится, и запах у него такой приятный, классный. По поводу, какой сомной пасты я пользуюсь, но ее разными пользуюсь. Раньше я пользуюсь колки, да, но разочаровался в колки, где я сейчас пользуюсь другие пасты. Мне нравится или Аквавреш зубная паста, или вот наша российская зубная паста, там у ваш шампунь, тоже она такая неплохая, но запах у Ад. Зубная паста тоже такая неплохая. По поводу, как я пользуюсь, то пользуюсь я в основном DAF, VELODAF, GEMP VELODAF. Особенно лето. Я использую его часто в зимний период, потому что зимой у меня кожа часто так шелушится, сухой становится. Летом нет, лето, весной нормально, а вот зимой, наверное, как бы заморозился, перепадать температуру. Кожа так сухая становится, кожа шелушится, и поэтому я использую вот такую воду. Вода крепкая, оно такое, там разное типа, оно хорошо смягчает кожу, но для моей кожи оно подходит. Вот. Таким, что на образовую пасту рассказал, как я пользуюсь, да? Проблемы рассказал, как я пользуюсь, спрашиваю, как я пользуюсь. Ну, вообще, да и все. Ну ладно, друзья. Спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем буду очень рад. Буду буквально рад каждому подписчику, каждому подписчику. Уважаю. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч, друзья. Увидимся. До новых встреч.